Теперь мы посмотрим выпуклые задачи, соответственно, и пакет называется Convex, также он к этой же инфраструктуре относится, джамповской, состоит из пакета и решателя. Ну вот задача простейшая. Некто дал нам 1000 долларов, как вот в буратини яблоки, а нам доллары. И нам нужно купить акции и заработать на них. Давайте мы вот посмотрим, как акции вели себя у трех компаний. У Microsoft, Apple и Facebook. Будем считывать их из Excel, можно и из Excel тоже считывать. Такой вот DataFrame получили. Нарисуем их. Значит, нам нужно DataFrame перевести в что-то. Ну, что нам это дает, я не знаю. Я не занимаюсь акциями. Вижу, что растут. Наверное, это хорошо. В матрицу перегоним, поскольку у нас наш пакет работает с матрицами, а не с DataFrame. Итак, собственно, мы еженедельную доходность должны посчитать. Раскидали вот по частям, чтобы в одну не лепить. Вот это у нас понедельная доходность. Тут падает. Я вижу, вот доходность растет, падает, растет, падает. Тяжело жить-то. Значит, матрицу рисков зададим. Доходность у нас 2%. Вот нам нужно 2% доходность делать. То есть матрица риска, это матрица ковариации, собственно. Наша матрица положительно определенная. Ну, это значит, вот она. Значит, мы... Фактически, это мы берем... Adjoin элемент, если с групповой точки зрения... Значит, средняя посчитали по нашей случайной величине. Значит, и вот строим нашу выпуклую задачу. Тут у нас... Если там у нас специальный язык был в джампе, и мы просто прописывали, он сам перерабатывал во внутренние какие-то переменные, то тут мы явно должны задать, что у нас переменные для пакета конвекс с помощью вариабол. И прописываем проблему минимизации для конвекса. Ну, что у нас тут? Вот мы минимизируем эту матрицу. Ну, x это у нас, как мы раскидали деньги по нашим трем акциям в процентах. Ну, естественно, с нормировкой на единицу. Соответственно, сумма их должна быть равна единице. Соответственно, r на x это у нас доходность 2%. Ну, и каждый x должен быть больше нуля. Вот мы, что тут увидели, что наша задача несовместима с дисциплинированным выпуклым программированием. Документация, пожалуйста. Там же написано, как подгонять наше... Что не просто так умножать, а с помощью специальной функции конвексовской, которая подгоняет задачи под дисциплинированное выпуклое программирование. Сделаем так. Ну, и теперь, собственно, оптимизатор подключаем и решаем. То есть, до этого мы собирали все... Как... Собственно, генерили задачу. Как ее описывать. А теперь мы подключили оптимизатор. Стэнфордский университет, 12-й год, древность, та еще. И вот у нас решилась наша задача. Вот описание, как мы должны потратить наши деньги. В сумме дает, ну, почти, почти единицу. Да, то есть, почти полностью мы раскидали наши деньги. Ну, если с округлениями, то да. Доходность наша. Ну, да, можно сказать, что 2% почти доходность. Хорошо. И умножим на тысячу и получим сколько на тысячу долларов. Долларов. Как эта тысяча долларов разбивается по матри, по акциям. Вот 67,9% на Microsoft, 122,3% на Facebook, и остальное на Apple. Ну, что, вот хороший, хороший вариант портфельных инвестиций. Можно делать, пожалуйста. Задача следующая. Вот такая вот у нас есть некое изображение, и его нужно восстановить с помощью оптимизации. То есть, мы его нарушим, а потом восстановим с помощью оптимизации. Ну, тоже такой метод есть. Просто увидеть, что оптимизация-то применяется во многих местах. Значит, загрузим. Значит, ну, пока пакет Matchmagic установим. Загрузим наше изображение. Вот такой домик с картинкой. Ну, там все хорошо. Ну, с цветами не будем работать. Перегоним все в оттенки серого, ну, чтобы уменьшить размерность исследуемой задачи. И произвольным образом черных точек тут наставим. Вот на потолке хорошо видно. Черные точки произвольным образом. Ну, естественно, мы с рисунком работать-то не можем. Мы его во флот перегнали. Ну, вот можно посмотреть. Посмотреть, вот во флот его перегнали. И дальше будем работать. Ну, фактически мы что? Мы находим пиксели битые. Их пытаемся восстановить по окружению. А все остальное мы считаем, что это вот так и нормально. Так и оставляем. Можно, скажем, опять же, другой вариант оптимизационной программы. Другой вариант восстановления, например, с помощью усреднения по окружающим пикселям тоже. Ну, вот, наверное, вот этот вариант может быть лучше. Небольшой специалист в этом вопросе восстановления изображений. Но, наверное, раз есть такой вариант, он, наверное, достаточно неплох. Итак, мы решаем проблему. Решаем нашу задачу. Ну, да, видим, что вот задачка-то немаленькая. Считает, считает. И в результате мы должны получить наше изображение, но без вот этих черных точек. Не знаю, с экрана хорошо ли видно черные точки. Я не могу сказать, что у меня хорошо видно, но я вижу эти черные точки. Вот, да, считалась у нас проблема. Не так уж быстро она. Ну, и вот результат. Результат мы видим. Да, потолок без точек. То есть, работает методика. Можем восстанавливать на картинке битые пикселы. Не только, скажем, по-среднему, но и с помощью оптимизации. КОНЕЦ Продолжение следует...